Добрый вечер, Гомель! Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем всех, кто этот час решил провести вместе с нами на телеканале Беларусь4. Еще один рабочий день закончен и пришло время вечерних разговоров в хорошей компании. А поговорить сегодня действительно есть о чем. Недавно завершившаяся Олимпиада в Рио еще долгое время будет давать темы для разговоров. О спорте и спортсменах сегодня решили поговорить и мы. Тем более, что уже давно хочется приоткрыть завесу спортивных тайн. А также рассказать о новых спортивных объектах. Саша, скажи, что такое спорт для тебя? Для меня спорт – это скорее образ жизни. А для тебя? Для меня это развлечение, хобби. Вот как раз-таки люди, для которых спорт является смыслом жизни, сегодня к нам в студию. А кроме этого мы узнаем, как обстоят дела и на каком километре сейчас находятся двое отважных гомельчан, которые не так давно отправились в большой велосипедный тур вокруг нашей красивой страны. Итак, дорогие друзья, добрый вечер только начинается. Согласись, Саша, стало уже доброй традицией с началом осеннего сезона открывать в Гомеле новые спортивные объекты. Исключением не стал и нынешний сентябрь. Но более подробно об этом расскажет наш гость, директор учреждения Гомельский областной центр Олимпийского резерва по теннису Олег Михайлович Евстратов. Олег Михайлович, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Давайте познакомимся поближе. Вы заслуженный тренер Республики Беларусь, были директором школы высшего спортивного мастерства и в свое время даже возглавляли футбольный клуб «Гомель». Сегодня вы имеете самое непосредственное отношение к теннису и, в принципе, к большому спорту. Учитывая последнее событие в мире, это Олимпиада, расскажите, пожалуйста, как вы оцениваете выступления наших спортсменов? В целом сборная команда нашей страны, я считаю, выступила достойно, но хотелось бы лучше. Статистика говорит о том, что в 9 олимпийских медалей это мало. А что касается спортсменов нашей Гомельщины, то я считаю, что очень удачно выступили. Традиционно сильные виды спорта, такие как единоборство, у нас две медали, это Мамашуки, Гамзатов, и традиционно сильный вид спорта гребля, это медаль наша в четверке Байдарки. Я считаю, очень достойно, успешно выступила команда нашей Гомельской области. А в целом Олимпиаду вы можете как-то характеризовать? Как вам организация? Это был большой праздник, шоу? Ну и в силу вашей занятости, что удалось, кроме открытия и закрытия, посмотреть? Ну я смотрел, вот я настольный теннис смотрел. Мне очень понравилась, очень такая динамичная игра. Я говорю, вот они впервые в таком объеме показали Олимпиаду. Раньше как-то вот настольный теннис, ну меньше был на экране. И я вам скажу, что очень-очень интересно. И я болел за Самсонова, которому уже 40 лет. И казалось бы, это его последняя Олимпиада, возможно, последняя Олимпиада. И он так был близок к медали, я за него очень волновался и переживал. Ну и учитывая то, что в нашем центре еще, кроме тенниса, еще и настольный теннис. Если бы как-то эта тема мне стала ближе. Ну смотрите, еще кроме Олимпиады, еще одно событие. Это начало нового учебного года. Вот в спортивной сфере как начинается новый учебный год? С волнением встретили его или все-таки спокойствие на душе было? Ну, волнение присутствовало по поводу нашего события, в нашем заведении, учреждении. То, что мы, значит, открыли наш медико-восстановительный центр со спортивным залом, тренажерным и вспомогательными помещениями, так сказать, ввели новый объект. Раньше это было воздухоопорное сооружение. Это очень уникальное сооружение. Вы знаете, где находится, в районе Ледового дворца? Да, да. Это 7 тысяч квадратных метров площадь. Это уникальное сооружение, я считаю. Значит, есть 5 кортов в нем с искусственным покрытием тарафлекс. И на открытые корты 2 корта с грунтовым покрытием и 3 корта с покрытием искусственной травы. Значит, мы считаем, что этого недостаточно было. Вернее, недостаточно для того, чтобы в полном объеме выполнять требования, которые предъявляются при подготовке спортсменов. Теннисистов, да? Теннисистов, значит. Отсутствовал у нас тренажерный зал. Не было медико-восстановительного центра. И вот запланировали, запроектировали. И построили. И построили. Да, если коротко, то и построили уже. Кто будет ходить в этот тренажерный зал? Кому доступно? Тренажерный зал. Все сделано для детей, для учащихся в центре Олимпийского резерва. Понятно, что для обеспечения учебно-тренажерного процесса в плановом порядке посещать тренажерный зал будут, конечно же, учащиеся нашего центра. В свободное от времени, которое будет предоставлено всем желающим жителям нашего города посещать наше сооружение. А вы говорите про медико-реабилитационный центр. Медико-восстановительный центр. Восстановительный центр. Что это такое? Это сауна, это мини-бассейн. На сегодняшний день в вашем комплексе не было подобного? Не было. Хорошо, давайте про центр поговорим. Сколько сегодня учащихся, скажем, молодых спортсменов обучается? У нас на подготовке находится порядка 400 человек. Это дети из области или из города? Это нет, это только горожане. Только горожане. А тренера, тренерский состав, кто это сегодня? Сегодня у нас работает 9 штатных тренеров. Это какие-то, может быть, бывшие олимпийские чемпионы? Ну, я уверен, что Олег Михайлович вокруг себя, учитывая его достижения, собрал вокруг себя достаточно колоритных людей в плане спортивных достижений. Вы знаете, в силу специфики, теннис очень интересный вид спорта. Значит, у нас работает все, кто тренеры по подготовке подходят к такому для работы, они все у нас. Других просто нет. То есть все лучше у вас, у других? Ну, понятно, а просто других нет. А сами вы играете в теннис? Я, ну, играю на олимпийском уровне. Какой вам ближе, большой или настольный? Вообще, ближе настольный теннис. Я в него играл так на уровне, ну, нормально, для области. А большой теннис, это в народе так называют большой теннис. Вообще, это теннис и настольный теннис. Ну, да, люди. Большой, маленький. Большой, маленький. У них такое определение. Ну, это я говорю, это просто чисто... Вот, кстати говоря, раз мы заговорили про центр, как бы вы оценили уровень наших гомельских теннисистов сегодня? Значит, учитывая то, что вид спорта очень молодой, центр наш, ему только 8 лет. Ну, понятно, когда ребенок пришел 8 лет назад, ему было 6 лет, то ему сегодня 14 лет. И вот за это время, за этот период у нас, значит, участвовали, есть 3 участника первенства Европы. Но они маленькие. Вот, самый маленький, у нас ему вот 11 лет, Николай Баньков. Вот в этом году он в составе сборной команды нашей страны выступал на первенстве Европы. Значит, состав команды 3 человека. Два минчанина и один наш. Это у нас хорошо или плохо, или у них плохо, или у нас хорошо. Я думаю, у нас неплохо. Значит, у нас хорошо. В прошлом году также у нас Данил Харьков, тоже, значит, участник первенства Европы. У нас за период нашей работы подготовлен мастер спорта Беларуси в теннисе, это очень сложно. Почему? А сложность заключается в том, что по классификации, значит, норматив мастера спорта, надо попасть в четверку на чемпионате страны, попасть в четверку лучших. Ну, а вы знаете, кто у нас в четверке, кто у нас играет, у нас играет уровень высокий. Поэтому у нас Шупиня Юля, она попала в четверку и была посвоена названием мастера спорта Республики Беларусь. В настоящее время ее как теннисистку пригласили в Штаты, она учится в университете. В гости? Нет, ее пригласили в спортсменку, пригласили ее на обучение в университет в Чикаго. А вы отпустили ее? Или с какими-то условиями? А это ее право, держать ее же не можем. Она ваша ученица, наша, гордость уговорит. Я считаю, что если она пошла на подготовку, но она же гражданин Республики Беларусь, если у нее все получится, она станет играть. Кстати, она ваша коллега, она осваивает профессию спортивного журналиста. Значит, все получится. Я думаю, что получится. Вот была, кстати, она приезжала к нам вчера, позавчера была у меня, рассказывала, как процесс подготовки у нее есть, как процесс участия. Она в сборной команде университета, она первым номером идет, потому что она уже четвертый год там. И она, ну, с ее слов, она там номер один. Ну, пожелаем удачи. Ну, с Гомелем связано и имя Марии Шараповой, имя которой тоже на весь земной шар гремит. Она уже мастер-класс у нас недавно, по-моему, устраивала на базе ценностей. Ну, не несколько лет назад. Вот недавно, а уже прошло целых восемь лет, поэтому... Это было в самом начале истории ценностей? Да, да, да. Как быстро летит время. А больше вы не приглашали именитых таких теннисистов? Дело в том, что Маша Шарапова, но справедливости ради, она живет ее здесь, дядя Минска, в Гомеле. Значит, приезжает часто, приезжает папа ее. И бабушка живет в Гомеле. Мария Шарапова, она уже как символ, наверное, да? Ну, а у нас есть наше высшее достижение, скажем, это Сергей Бетов. Сергей Бетов, он призер в 2011 году на универсиаде. В Пекине он был третьим. Третий призер универсиады. Это, я считаю, что это очень высокий показатель. Это наш гомельский парень. Олег Михайлович, ну, наверняка вы знаете секрет, как стать олимпийским чемпионом. Или это овсянка по утрам, или это изнурительные тренировки. Раскройте его. Вот интересно, как бы вы ответили на этот вопрос олимпийский чемпион Макаров? Это наш дюдаист, прославивший нашу страну. Что бы он, интересно, сказал бы он? Я даже не знаю, как бы он ответил. Ну, как вы считаете? Вы же их куете, воспитываете. Как и все наши детки, родители, понятно же, идут. И все думают, что мой ребенок талантливый, самый лучший. И у него будет большое будущее. И он будет играть в турнире Уимблдон и будет играть в какие еще турниры на олимпийские. И зарабатывать золотые медали. Да, да, совершенно верно. То есть уверенность, да? Все-таки, наверное, в этом секрет. Я думаю, что каждый ребенок и каждый родитель, когда своих детей обведут в спорт, введут в секцию какую-то, понятно, у каждого родителя я убежден. Самая главная задача – это, чтобы ребенок его был здоров. Вот такие вот проблемы социальные, я считаю, решают наши все спортивные организации. В первую очередь, это оздоровление. Затем что идет? Воспитание. Занятость. Я правильно говорю? Конечно. А потом уже деталл. А потом как получится. Понимаете, это ведь какая предрасположенность организма ребенка. Здесь важно угадать, куда его отдать, этого ребенка. А как таковое тестирование, вот вы мне сказали, что как вас видят, тренеры не видят. Ну, конечно же, есть тесты, которые элементарно набивают мяч, какие качества есть у ребенка, есть у него ловкость, скорость, мышление и так далее. Это очень много составляющих. А главное – это сначала здоровье. И все, я вам скажу, как это делается в других странах. Вот мы попробовали, я пришел на работу, значит, когда набор у нас по нашей нормативной базе, у нас, значит, 7 лет. А потом я посмотрел, как в других странах, вот в Швейцарии, в той же, у нас один из тренеров работал долгое время в Швейцарии. 11 лет. Он в прошлом мастер спорта. В сборной Советского Союза был. Фамилия его Пикулик. И когда мы побеседовали, там вообще с 3 лет начинает, пытается, кто с 4, с 5 лет. И мы в виде эксперимента, так скажем, у нас есть тренер женщины, Ковалева Юлия Игоревна. Она такой детский тренер, скажем. Она у нее все получается. И мы сделали набор с 5 лет. С 5 лет. И я думаю, что правильно сделали. Правильно сделали. А вообще дал бы совет, если вот пользуясь случаем, вот родителям, что, значит, надо не так вот точечно, где вот идет информация, где вот реклама идет, что теннис это большое будущее, это большое... Это большой труд. Это очень правильно. Очень большой труд. Поэтому надо ребенка, я считаю, что, ну, если хорошо, если угадал, и вот на тот вид спорта. А так вообще, я знаю, что практика есть такая, что ребенка в первом плавании отдают очень такой полезный вид спорта. Значит, вот мои дети плавали, я считаю, что и внуки плавали. Поэтому начинают с плавания, а потом перешел сын, перешел, стал бороться. И сами вы тоже прошли несколько видов спорта, я знаю. Да, я считал себя сильным физкультурником, в большом спорте я не был. Физкультурник? Физкультурник, потому что все, я играю в них, я играю во все, играл во все игровые виды, поэтому... Олег Михайлович, ну, сейчас заканчивается отпускная пора, наступает сезон долгих осенних вечеров. Ваш совет, как провести их с пользой? Пользуясь случаем, я всех приглашаю в наш центр поиграть в теннис, настольный теннис. И посетить тренажерный зал. Играйте в теннис, любите теннис. Это замечательный вид спорта. Мы вас ждем. Спасибо большое. Олег Михайлович, огромное спасибо, что вы этот вечер нашли какое-то время провести его вместе с нами. Ну и ждите нас в гости, и, соответственно, приглашаем вас еще раз к нам на добрый вечер. Спасибо. Ну, а наш вечер продолжается. Саша, что ты знаешь про кидание карликов? Кидание карликов? Я впервые слышу эту фразу, от тебя рассказывая детали. Оказывается, во Франции это не просто вид спорта. Кидать карликов в длину у французов это самая настоящая традиция. И, представляешь, даже когда французские власти решили справедливо запретить, в общем-то, такой грубый вид спорта, то против этого запрета запротестовали сами карлики. Они заявили, что имеют право, чтобы их кидали. Ну и плюс к этому еще, конечно же, постоянный доход. Пока будет эта вот маленькая пауза. Пока мы ждем наших очередных гостей. Давай обсудим эту тему. Друзья, вернемся в студию совсем скоро. Одни возвращаются из отпусков, другие напротив отправляются в большие путешествия. И особенно радует то, что путешественники эти не издалека, а из нашего родного города. Два отважных парня из города Гомеля, Евгений Чернов и Кирилл Фдумов, отправились с конца августа в большое путешествие на велосипедах. О том, как проходит этот удивительный велотур, сегодня в нашей студии расскажут ребята, которые всегда на связи с нашими путешественниками. Представители общественного объединения, Центр активной молодежи Николай Прокофьев и Максим Тамарин. Ребята, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну что, расскажите, куда, зачем вы командировали, отправили наших путешественников? И где сейчас Женя и Кирилл? И как давно вы с ними связывались? Видите, сколько вопросов сразу к вам. Ну, начнем, наверное, с того, где они. Значит, сегодня они в Лиде, оттуда выезжают. Связывались мы с ними сколько, наверное, пару часов назад. Ну, уже проехав где-то сколько, 800-900? Да, 850, почти 900 километров. Учитывая, что они заезжают. Рассояние 2200 километров, чуть меньше половины проехали уже. Да, да. Ну, уже, конечно, изрядно, ну, можно сказать, что даже подустали, но еще энтузиасты. Да, уже потрепались. Историй уже очень много, они нам тоже, мы постоянно их выкладываем в сети, то есть в группе нашей, будь матут. То есть можно там про это все прочитать. Давайте так до самого начала. Итак, два путешественника, скажем, любители велосипедисты пришли к вам и попросили организовать тур по Беларуси. Вы организовали подобный тур, учитывая свой прошлогодний опыт благотворительного тура, и отправили ребят по просторам нашей родины. Красотам, широтам. Смысл. Они взяли с собой видеокамеру, приезжают в интересные населенные пункты, снимают, и это все показывают потом нам через интернет. Я правильно понимаю? Да, да, все правильно. Расскажите, где вот уже прямо сейчас наши телезрители могут увидеть какие-то кадры, скажем, отчеты о подобном путешествии? Да, это все можно увидеть в социальных сетях, группа ВКонтакте, поэтому в Инстаграм наш можно спокойно заходить. Там есть практически прямая трансляция, с учетом, что ребята не всегда, у них есть интернет, очень часто они в дороге, когда они могут выложить. Поэтому каждый вечер там идут пополнения по материалам, истории о том, как они провели свой день, и это все можно найти там. А вообще, кому пришла идея такого, ну, скажем так, глобального проекта? Ребятам, прежде всего, да, потому что они пришли к нам в прошлом году, нет, не в прошлом, в 2014 году. В 2014 году они ехали через всю Беларусь. Да, у них было первое путешествие из Гомеля в Нароч, они ехали через Минск. Да, тоже на велосипедах, это вот был их первый опыт такой. И в этом году они пришли к нам, учитывая, что мы организовывали благотворительный велопробег в прошлом году. Они пришли, сказали, ребята, мы хотим ехать вокруг Беларуси, помогите нам это все организовать. Ну, и в принципе, да, вот так мы с ними познакомились и начали планировать это все дело. Кто они? Кто они? Кирилл и Женя. Это студенты? Прежде всего, хорошие ребята. Да, прежде всего, это хорошие ребята. Любители велоспорта. Они уже окончили, один имеет высшее образование, второй ПТУ окончил. Они работают на данный момент, то есть они просто велолюбители, активные велолюбители. У них какие-то супервелосипеды или все обыкновенное? Ну, супервелосипедами сложно назвать. В принципе, ну, хорошие велосипеды, у Жени еще хороший триальный велосипед, практически, собственно, супервелосипед. Да, который он везет с собой, сделал прицеп сам лично. Кстати, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Дело в том, что накануне, буквально за полчаса до старта, мы записали с ребятами эксклюзивное интервью, поэтому предлагаю вместе его посмотреть. Ну, идея наша общая, как бы, она вынашивалась с 2014 года, когда мы впервые ездили в путешествие на Нарыч вдвоем. После того, как мы приехали, мы узнали про организацию, которая занимается благотворительными велопробегами. Связались с ними, предложили им идею развить путешествие на большее расстояние. Они согласились, развили нашу идею до реализации. Ну и, собственно, вот так мы и собрались. Вот буквально полчаса, какое-то небольшое количество времени остается до отъезда. Эмоции, чувства, состояние и с какими мыслями, настроением выезжаете? Ну, вообще, еще какие-то доработки были, все исправили, все наладили и, в принципе, уже готовы выезжать. Чувства пока непонятные, вроде есть какая-то тревога, то есть, чтобы все прошло идеально или хотя бы хорошо. Главное, чтобы еще погода была хорошая. Ну да, чтобы не было. В принципе, она есть. То есть, цели и задачи, которые вы, как путешественники-велосипедисты, ставите перед собой на это расстояние. Ну, мы хотим посетить множество городов нашей страны, посетить агроусадьбы, памятники, исторические памятники. Ну, то есть, показать, насколько красива вообще природа и Беларусь. И вообще наша страна. Традиции ее и какие-то сооружения, то есть, красивые показать. Опять же, испытать себя. Себя, свои велосипеды. То есть, показать, что... Посмотреть, как и другие люди живут. Что велокуризм, он жив, как бы, и развивается. И можно брать, если кто хочет брать с нас пример. Вот. Да, так что кидайте все автомобили, пересаживаемся все на велосипедах. Да, будет здорово. Ну, вот хотел спросить, почему не автостоп, почему не какой-то общественный транспорт, почему не услуги туристических фирм, почему именно велосипед? Ну, потому что мы, наверное, изначально всю жизнь крутили педали, поэтому привыкли. Мы были велосипедисты с самого детства, поэтому нам просто нравится крутить и воздухом дышать. То есть, это все особое ощущение и опыт. Что необходимо для удачного путешествия? Это обязательно. Во-первых, вера в свои силы. Это точно. В первую очередь. Зависит еще от запчастей, которые возьмешь с собой, чтобы по пути, там, если колесо пробил, заплатки какие-то взять, насос с собой. Ну, такой необходимый инструмент. Ну, если до дальнейшего поездка, то, конечно, нужны велоштаны, то есть, куда положить вот этот груз. Ну, одежду и прочее, да. Велосипед достаточно странной конструкции. Рассказывай, кто автор этого изобретения, инженеринга, кто автор идеи и кто это все делал? Идея моя, и, собственно, я все это сделал. Велосипед Smart Matrix с 15-го года был куплен. Сразу же от песка струен. Сделал сразу черный цвет, покрасил, наклейки сделал. Также, вы видите, здесь защитная, получается, от грязи идет пластик сделал. Также и сзади. Также, ну, поставил сигнализацию, автоколонка, получается, фонарики. Ну, в принципе, все, как бы так. Ну, он трехколесный велосипед. Четырехколесный. Четырехколесный. Я имею в виду даже не детский, а взрослый четырехколесный велосипед. Рассказывай, это как. Второй велосипед, это вообще, получается, он идет триальный, то есть, направление триал. Это как мототриал, только велотриал идет. Ну, я хотел с собой его взять, получается, чтобы какие-то, если красиво, места будут, то есть, на нем попрыгать. Для этого я сделал специальное крепление. То есть, к багажнику приварил такие пластины, вывел сюда. Ну, и, получается, колесо поставил, на кому-то истянул, и получился велоприцеп такой. Как мы могли заметить сейчас вот по видео, на касках наших велосипедистов установлены камеры, да? Мы уже говорили об этом, то есть, они параллельно снимают кино о путешествии. Мы это выкладываем, вы это выкладываете, все, развлекаете публику. А, скажем, итог всего этого? Какой-то фильм? Да. Хотим сделать интернет-сериал небольшой, впоследствии, по завершении, показать его трейлер на благотворительном велопробеге, который будет 25 сентября. Ну, и, естественно, как бы еще такая цель, чтобы собрать наиболее интересное со всех мест Беларуси, то есть, быть постоянно на связи с участниками группы. Вот, да. С участниками группы. Понятно. Еще у меня вот такой вопрос про маршрут. Может быть, вы бы рассказали, вот они выехали из Гомеля, да? И куда они поехали дальше? Маршрут у них достаточно большой. Они, ну, проезжают, собственно, всю Беларусь. Ну, 24 города обозначены, но это же не значит, что именно только населенные пункты. Конечно, конечно. Расскажите о культурной программе. Ребятам тоже как-то надо отдыхать от... Да. Ребята у нас посещают агроусадьбы, то есть, они уже сколько... Там их кормят, я так понимаю. Да, конечно. Им устраивают гостеприимный прием, их там кормят, они там ночуют, в некоторых местах они даже снимают. Учитывая, что Женя, он на триальном байке берет с собой его, то он еще там вытворяет некоторые вещи на местах. Развлекает интернет-пользователей. Да, развлекает... Я думаю, не только интернет-пользователей, но и публику, наверное, на местах. Да, и публику саму там на месте. Да, и нас заставляет слегка переживать. Да, и вот мы переживаем. Мы их не ограничивали вообще в маршруте, то есть, они заезжают в разные места, то есть, это не значит, что они от города к городу едут на протяжении всего маршрута. Они заезжают там, видят интересное место, сообщают нам, там, Максим, Коля, мы заедем туда, потому что там красиво, там надо остаться. Ну вот. И да, мы, соответственно, уже как-то меняем маршрут в соответствии с этим. То есть, основной план маршрута, он есть, конечно, в любом случае, но, говорю, то есть, они большая у них, скажем. Где будут эти трубы, ковровая дорожка, какой конечный? Продумали, как будете встречать героев? Да, где это будет? Конечно, мы хотим сделать большую встречу, мы хотим собрать как можно больше людей на эту встречу. Когда? Она будет, вот, когда точно это будет известно там в течение, потому что, ребята, маршрут варьируется, и достаточно трудно посчитать там точную дату, когда это будет. Об этом мы расскажем в группе точно. Вот, как пример можно привести, что сразу, когда они поехали, они проехали 150 километров, там, за сколько, за 9 часов, наверное? Да, да. То есть, очень быстро. Какие молодцы. Да, за целый день, они сделали рывок в Мозы, и вот за целый день они прокрутили там 150 километров. То есть, сейчас немножко уже так поугомонились, наверное, более наслаждаются красотами, так сказать, да? Ну, наслаждаются красотами, смотрят, останавливаются, уже, опять же, и тяжеловато, потому что, да, как говорится, полностью сначала ехали. Ну, вот тоже один из примеров, уже у нас в Солигорске, например, им было сложновато ехать, потому что со Слуцка до Наднеманье у них заняла, дорога там в 50 километров заняла больше 10 часов. То есть, уже так очень, ну, опять же, погодные условия, дорога, то есть, очень много факторов, из которых складывается, скажем так. Вы заметили недавно, что вам приходится поволноваться. Ну, вот расскажите, чем они заставляют вас волноваться, как организаторов? Какие, может быть, уже истории, эксцессы случались в дороге? Неприятности, может быть, даже? Ну, неприятности, к счастью, не было, и, надеемся, не будет. Одна была небольшая, как бы Кирилл меня очень заставил поволноваться, что он звонит, говорит, Я порезался, причем на двух ногах, и, как бы, у меня сразу же картинка в голове, что там человек уже, все, уже ехать никуда не может, все. Говорит, ну, вот, и обработать нечем, вот, на тот момент уже закончилось, скажем так. Мы вот собирались, мы им собирались подвезти как раз это, вот, как раз попал и вот этот промежуток. И вот тогда я, как бы, хорошо так попереживал, но, благо, все оказалось не настолько серьезным раз, а второй, ребята очень коммуникабельные, они, как бы, достают из воздуха очень много там. Ночуют с комфортом. Ну, если в агроусадьбах, я думаю... Они ночуют и в агроусадьбах, и их там в разных городах могут привычать, и незнакомые люди, то есть, как называется, вписки у них есть. Ну, очень, очень так, скажем так, добродушно, очень радушно люди встречают их во всех городах, то есть, да, они буквально тоже недавно нашли себе жилье, вот, просто написав ВКонтакте, что вот нужно, и нашли, в принципе. Ну, иногда, естественно, нужно и в палатках поночевать, но это, как бы, так, там пару точек у них было, где они ночевали в палатках. Ну, не могу не спросить о том, какие же проекты у вас запланированы на обозримое будущее, в частности, на эту осень. Много. Очень, очень много. Мы шутим про то, что пора себя клонировать, потому что очень много... Ну, давайте пять, но только самых интересных. Мы не будем конкретно называть, потому что все в разработке. Мы назовем сейчас конкретно, что вот этот проект закончится, и у нас буквально, вот, как ребята приедут, через недельки-две будет благотворительный велопропейк, о котором мы уже говорили. Ну, вы уже упомянули 25-го числа. То есть остальные вещи, они пока что в разработке, и с предыдущими гостями мы уже говорили, и там тоже, возможно, что-то будет. А давайте поподробнее про благотворительный велопропейк. В чем его смысл, кого он затронет, какие слои населения, и как мы можем, может быть, поучаствовать тоже в этом? Я знаю как. Просто ребята специально не рассказывают, чтобы потом прийти обратно к нам этим добрый вечер. Только в другой день и рассказать обо всех вопросах. Ну, с вами же замечательно общаться, поэтому, конечно. Спасибо, да. Ну, я в любом случае понимаю, что благотворительный проект – это сбор определенных средств для кого-то. Тут уже есть четкая аудитория для кого? Да, есть организация, мы уже долго с ними сотрудничаем. Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам. Это в прошлом году вы собирали для них? Да, и в этом году точно так. Удалось, получилось, успешно было? Ну, да. Для первого очень успешно. Для первого раза мы действительно собрали. Кому вы смогли помочь в прошлом году? А мы не делали адресную помощь. То есть вы отдавали организацию? Мы им передавали просто деньги, а не дашь. Перечисляли, да? Они этим занимаются, они знают, кому деньги нужно перечислить. Ну, в принципе, в Беларуси очень популярно вообще вот такое благотворительное движение, я бы сказала. А если вы еще это делаете на велосипедах, мне кажется, это должно заинтересовать определенную, скажем, более молодую аудиторию. Ну, не только. Кто? Мы делаем адресацию ко всем возрастам. То есть это и молодые, это и постарше люди. У нас в этом году маршрут велопробега чуть больше, чем в прошлом. Да, ну как чуть больше, так хорошенько больше. Да, прилично больше. Мы надеемся, что все пройдет хорошо. Это будет 40 километров от площади до, опять-таки, Корчмой-Будьма. Там будет велопикник, там будут различные мастер-классы, там будут выступать группы. Очень обширная программа. Да, то есть там будет благотворительный аукцион, собственно, с которого будут собираться деньги. Участники самого велопробега, они могут делать свои взносы. То есть они могут как принять бесплатное участие в этом, так и могут внести определенный взнос и получить, соответственно, майку. Или сувенир, или наклейку какую-то. Ну, среди участников мы будем проводить также конкурсы. То есть чтобы каждый, кто принял в этом участие, мог еще и что-то выиграть. Но самое главное, что каждый может помочь детям-инвалидам. И внести свое спасибо. Конечно, да. Это самое важное. То есть даже приехав на этот велопробег, он уже вносит что-то свое. То есть уже показывает... Управить какое-то внимание, интерес. Не то что участие, уже становится таким активным. Спасибо вам большое, очень благое дело делаете. Остается пожелать вам удачи во всех начинаниях. Ну и, конечно же, всем позитивом, новостями делитесь с нами, с Беларусь4 программой. Добрый вечер, Гомель. Ну, Евгению и Кириллу, конечно, скорейшего возвращения. Мы все ждем с нетерпением. Передаем ребятам привет, если вдруг увидят нас в интернете. Ребята, мы с вами. Саша, я думаю, что мы покажем обязательно нашим телезрительным сюжетом. О встрече ребят на земле Гомельской. Хочется пожелать вам удачи. Спасибо большое, было очень с вами здорово. Напомним, что у нас в гостях были представители общественного объединения Центра активной молодежи Николай Прокофьев и Максим Тамарин. Спасибо вам большое и до встречи на нашей территории. Одни колесят по просторам Беларуси на велосипедах. А другие покоряют водные просторы, причем не только родной страны, на байдарках. Более того, порой бывает так, что спортивное увлечение и жажда спортивных побед перерастает в настоящую страсть, становится просто смыслом жизни. Друзья, в гостях у Доброго Вечера люди, энергии которых можно отапливать в малые города, и это не преувеличение. Вы знаете, на байдарках они, наверное, заняли все призовые места и получили все возможные награды. Да, ваши суда с огромным удовольствием представляют наших гостей. Итак, дорогие друзья, знакомьтесь. Сегодня в нашей студии чемпионы мира и Европы в мастер-классе на байдарках Сергей Яшин и Аркадий Плечнин. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, вообще мы обязаны были вас представить ветераны спорта, но глядя на вас, просто не смеем назвать вас ветеранами. Спортсмены, молодцы, красавцы. Много ли вот таких вот ветеранов сегодня в вашем виде спорта? Ну, вот в последнюю поездку на чемпионат мира в Таркай уехало больше 30 белорусов, а 15 лет назад мы начинали в одиночестве. То есть это очень приятно. Само ветеранское движение, то есть возвращение спорта, стремление к активному образу жизни именно в этом сегменте спорта набирает обороты. Очень приятно. Мы выступили три командные лодки, это феноменально для республики. Все привезли медали. Вот я хотела поговорить, награды стоят, вымпелы, медали. Расскажите, что это, за что? И это привател лишь малая часть. Наиболее, конечно, наиболее ценное, конечно, для нас в последнее время стали награды и звания больших международных регат. Это Европа, мир, Олимпийские игры. Уже, наверное, ведра два. Ведра два. Всяких медалей мы насобирали. Ну, вот как-то с опытом, со временем приходит значимость другая, и уже хочется не просто участвовать в каких-то соревнованиях, да, а вот участвовать в престижных рейтинговых регатах и вот действительно обороться с теми, чьи когда-то плакаты висели у нас в раздевалках, да, еще в молодости. А сегодня мы стоим на педестале, а они хлопают нам поздравлять с успехом. Это очень приятно. Кстати, а сколько лет? Я добавить хочу, извините. Я пошел в грибной спорт немножко позже Сергея, но я грибу для того, чтобы мой внук пошел по моим следам. Он коллекционирует мои награды, мои медали, рассказывает об этом друзьям, и когда неприятно, когда он представляет меня своим друзьям, он говорит, ты сейчас пожал руку чемпиону мира, обрати на это внимание. Это хорошо, когда дедушка такая гордость. Поэтому мы занимаемся спортом, подавая пример молодежи, долголетия в спорте, здоровому образу жизни и я вам хочу приятному и полезному времяпровождению. Хорошо. Сколько в день часов уходит у вас на тренировки сегодня? Ведь тренировки у вас ежедневно. У нас тренировки практически ежедневно, зимой и летом. На воде постоянно? Нет. Зима у нас проходит в тренажерных залах, в бассейне плавательном. Это отдельная, конечно, статья, и можно поговорить об этом много. А летом у нас прекрасный в Гомеле грибной канал, у нас очень замечательные грибные базы, выстроены они недавно, имеют хорошую материальную базу. И нам дозволено там за ним проходить, будем говорить, тренировочный процесс. У нас, мы постоянно тренируемся на грибном канале. Ну, подождите, давайте с самого начала. Вы проснулись утром, у вас зарядка. Обязательно. У меня зарядка 40 минут, не менее. Это какие-то особые упражнения или только там отжимания, растяжки? Растяжки. Упражнения, связанные с работой спины, потому что спина для грибца – это самый важный элемент. То есть укрепление мышц спины, я правильно понимаю? Совершенно верно. Мышцы спины, мышцы, ну, руки, отжимания, подтягивания – это обязательный процесс. А сколько раз вы отжимаетесь? До ста. До ста? До ста доходя. За один подход? Нет, за два. Я сначала не до того времени, чтобы упасть уже совсем. Все-таки возраст дает знать о себе. Хорошо. Дальше тренировка? Дальше и на работу иду. А потом тренировка? А полпятого уже весло в руках. И если я правильно понимаю, то ваш сегодняшний визит к нам на добрый вечер лишил вас тренировки? Нет, у меня вечером тренировка. Я зарабатываю на жизнь, поэтому надо ходить на работу. Это понятно. Я еще не пенсионер. У вас графики, так понимаю, приблизительно такой же. Ну, у меня в силу того, что как бы нахожусь во время отпуска, у меня немножко более плотно. У меня и утром большая тренировка, и вечером. Ну, и, собственно говоря, если по-другому тренироваться, то выступая в одиночке, делать там нечего. То есть иногда, когда люди, которые выигрывают у меня, у меня такое ощущение, что они просто спят с лодкой. То есть это люди, которые несут феноменальную нагрузку и просто являются фанатами своего дела. Это, наверное, уже как бы часть жизни или смысл жизни. Вот они реализуют себя. Может, в чем-то не получилось у него там художник, певец, музыкант. А вот в этом у него получилось. И ему это приятно, и приятно его близким, друзьям. Вот они вместе этим занимаются. То есть это большое дело. Это уже такая жизненная составляющая, я бы сказал, красная нить. Вот у меня вопрос. Все-таки существует огромное количество видов спорта. Вот если вернуться к истокам, с чего все начиналось. Почему выбрали именно этот? Вы знаете, я до приходов в Греблю, наверное, перепробовал все. Шашки, шахматы, бокс, велосипед. Мы начали с интеллектуальных видов спорта. А почему в Греблю у меня был друг в классе, Витя Власов, в пятом классе. И мы с ним вместе играли в школьном ансамбле. А у него старший брат Валера. Вы еще и музыкант. Да. Занимался Греблей. И вот как-то вот он говорит, ну пойдем со мной. И вот мы туда пришли, и как раз пришел вести учебно-тренировочный процесс Анатолий Савченко. Молодой парень, еще сам тогда гонялся. И вот он нас, 40 парнишек, которые вообще не понимали ни одного раза подтянуться на перекладине, вырастил в мастеров спорта. Большое ему за это спасибо. А вчера подтянулся 30 раз. Представляете, не каждый гимнаст нужен. Да, в принципе. Ну вы же за один подход. За один, конечно. А вообще Гребля, Саш, можно я задам этот вопрос? Конечно. С самого начала хочу спросить. Это сложно, да? Любой вид спорта сложно. А Гребля, там наверняка есть какие-то свои секреты? Жесткие тренировки, там грозный тренер. Или у вас как-то все попроще? Ну вы знаете... Чтобы добиться вот результата, что... Мне кажется, что в любом виде спорта, да, вот мы тренировались вместе с женской сборной по Гребле. В первую очередь, надо это любить, да? Второе, конечно, Гребля технически сложный вид спорта, да? Нужно иметь координацию, нужно иметь определенную силу, чтобы правильно вложиться в Гребок. И, безусловно, количество, количество, оно перейдет в качество. Как и везде, да? Вот много человек учат, у него золотая медаль, да? Человек долго занимается там каким-то делом, все равно будет результата. В общем, надо тренироваться. Ну, а вот этот момент тандема, то есть, когда вы в одной лодке, что называется, это важно? Вот эта синхронность какая-то, взаимовыручка? Обязательно. Это имеет первостепенное значение. Вот, вот я к этому и введу. Дело в том, что не каждый индивидуум может сесть к другим человеку. Даже будучи звездой. Даже будучи звездой. Вот собрать две звезды и посадить в один экипаж. О, да, это, наверное... Ничего хорошего не получится. И ничего может не получиться. Он пробовал с многими напарниками, понимаете? И не получалось у него. Мы три года назад сели вместе в лодку и поехали с первого раза. А вы до этого дружили? Ну, конечно. Мы все равно не знакомы. Вы именно друзья, да, по жизни. Мы тренировались у одного тренера. Мы начали у этого Анатолия Савченко вместе ребятами заниматься. Поэтому вот как бы... Я немножко по-другому пришел в этот спорт. А почему? Ну, как по-другому? Я просто рос шалопаем на окраине Гомеля. Я что-то так и думала. Вот. И энергии было очень много. Перепробовал все. И футбол, и дидо, и самбо. И даже было, по-моему, у меня плавание. Но неудачно. Но плавать я так и научился. Два раза умудрился тонуть в саже. В последний момент меня вытаскивали за шкирки. И до сих пор не умеете плавать. Сейчас я плаваю как рыба. Вот. Но в конце концов пришел к тому, что... Ну, представьте себе. Родители день на работе. Сам себе предоставлен. Ну, некуда девать энергию. Некуда. И просто чудом, чудом умудрился. Савченко Анатолий Иванович, мой первый тренер, прийти в школу, увидеть на физкультуре вот этого энергичного пацана. Заметить, да? Да. И направиться в нужное русло. У нас пришло там 20 человек. Но остался я один. И всей вот этой вот группы детей, которых он отобрал. Остался один. Из моего вот... Сергей, он чуть младше меня. Он пришел на следующий год. Потому что это дело надо любить. В тех условиях, в которых мы начинали. Не человеческих. Представьте себе, мы приходили на грибную базу. Это тогда была лодочная станция. Гомсельмаш. Она находилась на районе набережной. Сейчас уже этого ничего давно нет. Там был такой островок. Это 80-е, 70-е? 70-е. 70-е. Подождите. 70-е. Начало 70-е. Какое 70-е? 70-е, подождите, первый год. Да? Начало 70-е. Да, начало 70-е. И когда мы туда приходили, там ничего, никаких условий. Мы разжигали буржуйку для того, чтобы согреть помещение. А старшие в это время побежали на кросс. На кросс. А мы пилим дрова, колонии, чтобы они когда пришли, с единственной штангой. Ну вот, кажется, что не было. Там были уже ребята до нас постарше. И вот в этом вот, там была и раздевалка, и душ, и все-все-все-все. И спортивный тренажерный зал, а из тренажеров была одна штанга. Ржавым грифом. Вот так вот начинали. В Эллинге было 5 лодок, тоже был большой дефицит. И вот так вот мы начинали, и гребли, и гребли, и гребли. Все, кто остались из 40, 11 человек, все стали мастерами спорта. Ну подождите, это не то время, когда Гейштер стал олимпийским чемпионом? Это было позже немного. Чуть-чуть позже. Чуть позже, но скажем так, уже был донгстарт большой. Да, был пример. Для нас Гейштер был звезда. Да, мы когда приезжали в пионерский спортивный лагерь, для нас был. Гейштера приглашали с этой вот орденской лентой. На него все пацаны смотрели как на инопланетянина. Как на Гагарина. Да, нет, Гагарин был ближе. Это ходу юбилей. Ближе. Будем поздравлять. Но, кстати, и сейчас ребята тренируются на тех лодках, на которых вы выступали в гонках. Наверное, тренер показывает им. Да, это как бы такой политический аспект, а когда у ребят что-то не получается, а тренер говорит, да вот же парень, который с вами ходит в Эллинге, и только что приехали с чемпионата мира, и были там первые, вторые. Да, и они так, есть уже обязанность какая-то, уже другой подход. Мы выходим на канал. Воспитательный сегмент такой присутствует, да? Мы выходим на канал. Все здоровы. На канал, приезжают дети с училища Олимпийского резерва, труда, готовятся. Никто не проезжает мимо, не поздоровавшись. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Мы не знаем этих детей. Дети знают нас. Ну, приятно. Расскажите, а что за история произошла, что вы стали стимулом для женской сборной? А, это был интересный случай. Мы как раз приехали вот с последнего чемпионата мира из Таркая и разгружали конструкцию с лодками. И в это время Марина Полторан, лидер нашей женской сборной, выходила после тренировки. И ребята принесли свои медали. Говорят, ну, Марина, подержись. Подержись. Вот, да. Мы хотим, чтобы ты от Клэжев привезла оттуда. И вот она взяла в руки и такое ощущение, что мы передали ей свои пожелания, свою энергию. И вот в одиночке чуть-чуть ей не хватило неудачи. Мы переживаем. Двойка, чуть-чуть не хватило. Мало подержала, да. И вот в четверке, наконец, раз, и есть успех. Радовались больше всех. Такое ощущение, что мы вот что-то сделали чуть-чуть для этой победы. Ну, мне кажется, суеверия подобные очень помогают спортсменам. В вашей жизни есть какие-то приметы, например, там, носок, ремень, я не знаю, чашка. Не знаю, мы стараемся. Что обязательно должен быть с вами талисман какой-то такой. Мы стараемся, как вот там говорил чемпион этих олимпийских игр, британец, чтобы уже там все было на автопилоте. Для этого нужно тысячу раз здесь сделать, здесь, чтобы там ты не думал, что что-то тебе помешает. Задача же не поставить рекорд там. Задача сделать не хуже, чем здесь. Чтобы ни волнения не отразилось, ни погода, ни какие соперники. Покажи, что можешь. Вот, кстати, возвращаясь к медалям. А помните ли вы ваши первые медали? Да, первые помню. В ветеранском спорте. Донат города, мы еще были совсем начинающие гребцы, и мы вот с этим напарником Витей Власовым шли в двойке, 500 метров, и вот были тогда вторыми. И вот это было какое-то такое неописуемое счастье, когда тебе в мокрых трусах вешают эту медаль. Да хочется ее пробовать на зуб, всем показывать в школе, дома, во дворе. Ну, такая вот эйфория тогда. И вот хочется, понимаешь, что можешь чего-то и хочется. И вот, может быть, это тоже был стимул. Потому что когда спортсмен даже высокого уровня трудится, трудится, но не достигает чего-то, он как бы немножко вот у него теряется эта искра. Поэтому это то важно, чтобы спортсмен выступал, побеждал, надеялся на будущее, чтобы у меня какая-то была в любом возрасте, в любом виде спорта, в любом сегменте перспектива. Вот тогда. У меня, я вам хочу заметить, у меня больше стимул был другой. У меня, когда начинаешь начинать, чуть-чуть будем высовываться из общей массы, дают новый инвентарь. И у меня глаза горели получить новую лодку. Я видел, как мой товарищ, который более немножко синей греб, такой был Лапинский Сергей, ему дали лодку из красного дерева датскую. У меня глаза горели получить быстрее. Это был такой стимул, что просто из штанов выпрыгивали для того, чтобы получить новый инвентарь, новое красивое весло. Ну это детское вот это вот было мечтой. Ну когда вы получили этот инвентарь? Ну когда инвентарь уже получить позже, позже. Чуть позже, но мечта сбылась. Ну датская, из красной лодки была? Уже она пластиковая была, и фирмы Нелла. Вот у меня вопрос такой, довольно серьезный. Как вы оцениваете сегодняшний уровень современной нашей школы грибцов, байдаршников? Вот Гомельско-белорусско, учитывая, что Гомельщина всегда славилась как бы спортсменами в этом виде. Не зря центр белорусской гребли находится в Мозере, в Гомельской области. Изначально всегда в сборной СССР половина ее составляющей были белорусы. Чудесные природные условия, география, озера, реки. Сама традиция, вот мы, например, вспоминали Гейстера, да? То есть она передается, передается опыт. Бывшие чемпионы становятся тренерами, свой опыт, свои ошибки они изучают и уже в правильном русле направляют сегодня тренинг молодых спортсменов. И я вам скажу, что результаты последних международных регат, выступления нашей сборной, они показывают, что это действительно на уровне с ведущими грибными странами, там Венгрия, Германия, Польша, а Белорусы абсолютно стоят одинаково. То есть это высочайший уровень, жесточайшая конкуренция у нас. Я считаю, что и тренерский состав, и сегодня материально-техническое обеспечение очень шикарное, просто шикарное. То есть вот можно тренироваться, показывать результаты, и наши спортсмены должны это делать. Вот подтверждение нашей женской сборной, просто молодости, девчонки. Хочу заметить, что для белорусов гребля – это самый большой урожай, собирает медаль не всегда. На Олимпиадах, на чемпионатах мира. И поэтому внимание к гребному спорту в Белоруссии, в частности в Гомельской области, уделяется очень пристальное и серьезное. Вот на гребной базе детской спортивной школы детям организовывают различные сборы, школьные лагеря. Они там постоянно задействованы у детей, будем говорить, безостановочный тренировочный процесс. Это очень приятно. Хорошо. Что делаете, когда река замерзает? Это отдельный процесс. Обычно в октябре месяце, в конце октября, когда наступают такие более-менее неприятные условия, мы, конечно, уходим... В депрессию? Нет, или в спячку. В спячку. Мы не медведей в берлогах не залегаем. Благодаря помощи нашего ветеранского движения у нас организован плавательный бассейн. Мы ходим регулярно тренируемся. Шикарный дворец, водных идут просто шикарный. Регулярно тренируемся пять раз в неделю в дворце водных видов спорта, который находится на Мазурово. У нас там есть время, и все наши ветераны задействованы в этом процессе. Плюс у нас есть возможность посещать тренажерный зал на грибной базе детской спортивной школы номер 6. Там у нас мы отрабатываем элементы техники. А благодаря помощи колледжа железнодорожного транспорта там организован у нас тренажерный зал. Прекрасный тренажерный зал. И мы там проводим тренировочную... Силовую подотопку. Силовую подотопку. И получается, 6 раз в неделю мы задействованы. Скажите, а какие у вас сегодня планы? Ну, скажем, планы на будущее? В ближайшие какие-то есть интересные соревнования, выступления? Время – это только грести. Грести. Грести, грести и грести. Пока руки держат весло. Вот, кстати, мы наших героев можем видеть в деле. К чему готовитесь? Не узнаваемость. Обычная тренировка. Это готовим к чемпионату мира, который будет 13-14 сентября в немецком Бранденбурге. 20 километров. Пойду одиночку и с Аркадием пойдем двойку на следующий день. Уже имели в Бахине на Европе мы успех в этом деле. Ну, понятно, что чемпионат мира – это более представительный, да, съедутся. А все, кто можно. А кто? Я сейчас не могу спросить. Ветераны такие же, как и вы? Конечно. В странах СНГ ветеранский спорт, так называемый, да, это у нас он называется ветеранский, он с 27 лет. В Европе это называется мастер-скласс. Вот там-то столько слова ветеран и нету, да, потому что, по сути дела, по сути дела спортсмены, которые выступают в этом сегменте, да, они еще могут и действующим спортсменам фору дать. Поэтому, как бы, вот у них так называется мастер-скласс. Идет соревнование градация через 5 лет. Потому что, ну, понятно, ядно, человек 80 лет не может конкурировать с 30-летним, да. Тем самым, да, дается, как бы, посыл такой, что ты выступаешь с равным себе. И это больше, как бы, вот, заявляет спортсмену, ну, как бы... Стимулируя спортсмена. Стимулируя спортсмена, да. Я уже рассказывал, что бывшие олимпийские чемпионы, а там выступают все сподряд. Вот, это бывшие члены национальных сборок, чемпионы мира, олимпийских. То есть, это звезды, на которые мы когда-то там 20-30 лет назад просто молились. И вот, вот, еще до сих пор в развивалках их портреты висят. Они рядом стоят на водной дорожке. Да, как те, которые хорошо сохранились и которые много уделяют. Бывают, что и выигрывают, но бывает, что и поздравляют нас. Причем от души, вот, понимаете, без всякой зависти. Говорит, здорово, там, вот, 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 были никто, обыкновенный мастер спорта мне подал сборок, а сегодня ты стоишь на пьедестале, там, чемпионата мира или олимпийских игр. Он говорит, здорово, потому что ему приятно. Потому что я его коллега по веслу. Ему приятно, что это ширится движение, развивается. Вот он говорит, вот, тысячи вот этих вот здоровых взглядов. Знаешь, вот, улыбаются люди. А более того же, еще совместно с нами проводятся и параолимпийские заезды. Это, это вот не передать словами, ребята. Это когда люди с ограниченными возможностями, там, без рук, там, без ног, и вот они грибут. И вот, и тысячи родных, близких, там, детей все сидят на это, вот, хлопают и радуются, да. Потому что этот, этот человек, он нашел себя здесь, да. Это очень хорошо. Ну, о первых медалях поговорили, это все уже история. Но сегодня вы пришли не с пустыми руками, так же и с кубками, и с наградами, и с медалями. Рассказывайте, что представлено сегодня у нас в студии. Ну, хочется показать самые ценные для нас, наверное, медали, с чего, собственно говоря, вот этот вот высший подиум мы стали там в своих кроссовках немножко топтать. Это чемпионат мира в Австрии, да, это когда вот в одиночке и в двойке мы завоевали первое место. Да, и, собственно, ну, это вот, вот, пик Олимпа, да, собственно говоря, не ожидали даже сами, да, много работали. В каком году? В каком году это пошло? Много работали, много тренировались на износ, ну, мы понимали, что так же тренируются и они, да, и вот какая-то вот удача, наверное, немножко была. Причем без большего запаса мы их всех, вот, просто говоря, победили. Наверное, как бы стало немножко и обязанность уже, что выступать хуже нельзя, да, и уже надо еще больше, да. И вот потом был успех на Европе, мы выиграли чемпионат мира в двойке по марафону, ушли в более длинные дистанции, то есть это спринт 2 километра, это уже 20 километров, там уже можно вспомнить и юность, и детство. А пока гонку проходит, да, и вот сейчас готовимся тоже к чемпионату мира в Бренденбурге, тоже 20 километров будет серьезная гонка, приедут лучшие гребцы мира со всех стран, да, ну, когда стоит 70 лодок на старте, вы же представляете, да, вот это ожидание человека, что ты один из них и тебе нужно быть первым, то есть, ну, это волнение серьезное. Я почему-то беспокоюсь за ваших соперников, с такой энергией, как у вас, вы знаете, они должны бы много тренироваться. Соответственно, у нас с Натальей уже давно витает в студии вопрос, пришло время его озвучить, где тот источник энергии? Да, в чем секрет вот такого оптимизма? Расскажите, поделитесь нашим зрителям. Это заложено генетикой. Вот думаете, это только генетика? Потому что в нашем возрасте, в нашем возрасте оптимистом... Кстати, сколько лет, если не секрет? 59-60 год идет. Замечательно. Да. Просто браво. Оптимизм сейчас, конечно, дело хорошее, но почему-то не всегда он получается, и бывают неприятности. Но надо это все дело пересиливать. О грустном. О грустном не будем. И поэтому оптимизм у нас заложен генетически, честно говоря. Я вам скажу, что в основном, в мастер-класс, то есть ветеранский спорт, люди возвращаются где-то лет после 40. То есть, окончил учебу, чего-то достиг в жизни, чего-то в бизнесе, вырастил детей. То есть, вот уже получается меньше этих семейно-бытовых забот, и вот получается шанс немножко себя реализовать. И, как правило, те, которые были когда-то тогда чемпионами, они уже не возвращаются. То есть, они понимают, что они что-то достигли, уже наелись этого, воды этой, да, а вот которые чуть-чуть не достигли, вот есть шанс себя реализовать. Человек понимает, а почему нет? Пробует, и получается. И вы этот шанс не упустили. И получается, да. Поэтому вот... Мы можем, понимаете. Пожалуйста, возвращайтесь. И поэтому... Есть все условия в Беларуси, в Гомеле для развития этих видов спорта, особенно циклические. И это, ну, самые полезные виды спорта для здоровья. Почему Конюхов может облетать на воздушном шаре мира и огибать этот... А вы нет, да? А мы не можем. Ну да, две руки и две ноги, да, тоже можете, конечно. Это наш девиз. Мы все можем и должны. Ну, я думаю, что самый главный ваш секрет, Саша, я вот только что, по-моему, вот уже поняла, это, конечно же, дикая самоуверенность. Нет, не самоуверенность, не самоуверенность, а уверенность в своих силах. Сила, хорошо, пусть будет так, да. Да, ну, в смысле, ключевое слово уверенность. Да, уверенность. Вот именно с таким, наверное, настроением мы будем сейчас заканчивать, к сожалению, нашу программу. Но со своей стороны обещаем продолжить следить и за вашими спортивными достижениями. Ну, и это далеко не единственная, не последняя встреча в студии программы «Добрый вечер, Гомель». Побед вам, побед, побед и удачи. Спасибо. Спасибо. Друзья, напомним, что у нас в гостях были этим вечером настоящие мастера и гуру в грибном виде спорта. Это Сергей Яшин и Аркадий Блечнин. В здоровом теле здоровый дух. Дорогие друзья, занимайтесь спортом дома, в тренажерных залах, в бассейнах. Самое главное, ведите активный образ жизни и будьте счастливы. Ну, и, конечно же, не забывайте заходить на наш официальный сайт tvrgomel.by и следите за нашими новостями в популярных соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. Это была программа «Добрый вечер, Гомель» на канале «Беларусь-4». До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова